В феврале в бухте Охлестышева на Русском острове прошли очередные зрелищные заезды ледовой гонки, в которой приняла участие наша славянская гонщица Юлия Наумова. Более 40 поклонников мотокросса с разных уголков Приморского края сражались за награды второго этапа Кубка Владивостока по мотогонкам на льду. Зрелищные заезды были проведены на замерзшей глади мелководной бухты Охлестышева. За ледовым противостоянием мотоспортсменов наблюдали десятки зрителей. Основная цель проведения таких ледовых мотогонов в межсезонье – подготовка молодых спортсменов к предстоящим грунтовым стартам на чемпионате и первенстве края. Траектория трассы в этот раз была изменена и стала более пологой. Вверху вся дистанция напоминала бабочку. Такие изменения многим гонщикам пришлись по вкусу. Это отметила и наша спортсменка Юлия Наумова, которая была признана одной из самых ярких участниц заездов. Единственная представительница прекрасного пола в этот раз приняла участие в объединенном классе 125 кубических сантиметров и 500. В обоих заездах Юлия финишировала первую в классе 125 кубических сантиметров и заработала очередную золотую медаль в свою копилку. Среди мастеров Юлия была второй, но это был неофициальный зачет, поэтому в классе 500 кубических сантиметров мастера она не попала на пьедестал. По словам Юлии, соревноваться со взрослыми спортсменами непросто, но это дает дополнительный опыт и практику для летних соревнований. Еще одни соревнования, в которых приняла участие Юлия Наумова, прошли 7 марта в поселке Ярославский. Турнир на льду был посвящен памяти заслуженного тренера Российской Федерации по мотокроссу Сергея Шевченко, ушедшего из жизни 5 марта прошлого года. Юлия не могла не принять участие в этих соревнованиях, потому что лично была знакома с тренером. Он всегда выделял ее из общего числа спортсменов. Участников было немного, и Юлия заявилась в классе 500 кубических сантиметров. Здесь ей было с кем побороться на равных. Теплая хорошая погода, длинная скоростная трасса с пользой проведенное время и второе место в классе мастеров. Вот результат этих гонок. Это был завершающий этап ледового сезона этого года. Теперь тренировки только на грунте и интенсивная подготовка к летнему мотосезону. Продолжение следует...